Рассматривает получение взятки вашим предшественникам, тоже начальникам рыбоохраны, Каражеем. Скажите, пожалуйста, к вам уже приходили с предложением сотрудничества, предлагали ли взятки? Вы знаете, я изначально определил это все, я предупредил. Я сказал, что меня это не интересует, что этот бюджет вообще всей области мне неинтересен. Ну, просто неинтересен. Значит, не приходили? Нет, ко мне не приходится к этому вопросу. Не приходят. Еще придут. Знаю одно, что были такие намеки моим работникам, но они говорят, вы позвоните, у вас телефон, если есть, мы вам дадим, спросите, пожалуйста, задайте вопросы, и все. Такие факты были. Ко мне лично нет. Можете коротко рассказать о себе, откуда вы, как образование у вас? Я киевлянин, родился, вырос в Киеве, имею высшее образование, занимался до этого бизнесом, исключительно бизнесом, создавал рабочие места. Каким бизнесом ты не скрыл? Производственным, я производственник. А что вас заставило пойти в исполнительную власть? Ну, заставило то, что надо менять что-то в корне. Та революция, которая у нас произошла, надо менять это все в сознании людей. Понимаете? Вот тот ваш вопрос о том, что... Трудности, да? Трудности поменять это все в сознании. Вот я вам скажу так. Я встретился как с инспекторами, так и с промысловиками, рыбаками, да? И говорю, вы говорите про проблему. То есть кто-то на вас оказывает давление, кто-то просит деньги какие-то. Пожалуйста, пожалуйста, приходите ко мне, говорите. Но я должен знать, такие люди не должны работать, вы понимаете сами, да? Но, к сожалению, за два месяца ко мне не обратился никто. Я как-то в коридоре встретил товарища, тут есть такой крамовой, он часто с критикой в мой адрес выступает. Я ему говорю, скажите, у вас нет никаких проблем? То есть все, что было до этого, вас устраивает? Ну, он как бы плечами пожал, улыбался, поулыбался и молча там. Ну, вроде как, и все, и побежал. Не платят они уже данию. Сегодня у меня была встреча с прокурором. И он говорит, вы знаете, вас так хорошо отзываются. Я говорю, спасибо огромное, а кто? И он мне говорит, тоже называет фамилию одного промысловика, который говорит, вы знаете, первый раз, он говорит, в шоке от того, что происходит. В первый раз никто не требует деньги, ни за какие-нибудь подписи, ни за что абсолютно. Он говорит, я не понимаю, что происходит. Кстати, мне с Киева говорят, что меня называют иностранцем, потому что я какой-то странненький, знаете, в этой части. Еще раз говорю, поменять сознание. В первую очередь надо поменять сознание. И отношение к органам группы охраны. Мы открыты к людям. Мы делаем шаги все навстречу. И все просьбы, с которыми ко мне обращались промысловики, технически даже каких-то моментах, я всегда готов. Ко мне легко попасть. У меня нет никаких преград в общении абсолютно. Готов всегда услышать. Николай Николаевич, фамилия не мешает? Как минимум должны носить фамилию Карась или что-нибудь, Щичок? Не, не мешает. Вы знаете, наоборот, все нормально. Можно в двух словах?